48 фотографий, рассказывающих об истории московского коксогазового завода, по традиции расположились на четырех выставочных стендах в сквере «Юность». На первом стенде у нас показано строительство завода после Великой Отечественной войны, а дальше у нас показаны на других стендах и праздничные будни завода, и празднования десятилетия завода. А на последнем стенде уже показана современная жесть завода, как он процветает, как происходит преемственность поколений. Организаторы экспозиции под символичным названием «Симфония огня» – сотрудники историко-культурного центра. Таким образом, они хотели поздравить заводчан с 70-летием градообразующего предприятия. На выставке представлены фотографии из фонда ИКЦ и личных архивов жителей города Видное. Часть снимков принадлежит работникам Москокса. Основная заслуга и задача этой выставки – показать историю завода, поскольку история завода напрямую связана с историей города Видное. Поэтому основной посыл – это донести и показать, как раньше жил завод, какие люди работали. Потому что многие работники завода – это жители, основатели города. Узнать на фотографиях себя и своих коллег, вспомнить трудовые будни и досуг после тяжелой рабочей вахты – особенно приятно ветеранам. Юрий Смирнов отработал на заводе 29 лет в одном цехе. Пришел после института газовым мастером, потом газовщиком, потом начальником смены. Вот с должности на пенсию ушел. Особенно впечатляют фотографии, показывающие, как много женщин участвовало в строительстве завода. Они укладывали асфальт, были тоннельщицами, арматурщицами, а затем и остались здесь работать. Анна Нечаева почти полвека трудилась на предприятии. Сначала в центральной заводской лаборатории, потом диспетчером. Завод для меня – отец и мать. Потому что у меня отец погиб на войне, а мама умерла. Мне было 16 лет. И после строительного училища я попала на завод на коксогазовый. Мне очень понравилось здесь. Здесь и яблоня, и цветы цвели, и поселок вот этот вот был весь в клумбах. Стоит отметить, что на экспозиции представлено и много фотопейзажей самого завода. На них показан масштаб производства и красота промышленного процесса. Выставка в сквере «Юность» продлится до 7 мая. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.